всем привет меня зовут инесса и вы на моем рукодельном канале сегодня я вместе с вами буду вышивать вот такую миниатюрку и отвечать на вопросы которые вы мне оставляли под разными видео сегодня я хочу повышивать наборчик процесс одного дня я очень надеюсь что у меня получится за один день вышить эту небольшую работу вышивать немного но вышивается на мелкой канве 18 каунта и сегодня я буду не просто снимать обзор а во время вышивки хочу ответить на вопросы которые зрители оставляли мне под видео я просила под одним из видео оставлять вопросы на которые отвечу ну и также если есть еще комментарии под другими видео как раз у нас сегодня будет такая болталочка под вышивку под рукоделие что же из себя представляет этот набор наборчика от фирмы рт о вот такая маленькая картина можно подумать что это брошь на самом деле нет здесь подставочка такая подставочка это рамка то есть вот 100 сюда в эту рамочку будет вставляться работа пока я еще не знаю как буду ее оформлять надеюсь у меня все получится и в этом же видео я вам покажу что у меня получилось в последнее время я вышиваю очень много маленьких работ елочных игрушек но также у меня в работе есть сэмплер который уже вышит на половину и покажу вам тоже фрагмент вышивала его не отрываясь что-то немножечко поднадоело я люблю менять процессы как раз об этом мы тоже сегодня с вами поговорим в общем у меня сегодня все в этом видео и цветочки летней работы и зимние вот на таком этапе у меня сэмплер от мадам ляфе да конечно канва нужна более синяя но как я уже говорила у линды у британи нет такого цвета а поскольку все эти работы я хочу вышивать на линде или на британи лен не стала покупать можно было поискать окрашенную основу но вы знаете что окрашенные дорого стоят плюс пересылка в общем взяла такую голубую и белый конечно не так контрастно смотрится как хотелось бы но все остальные цвета смотрятся достаточно ярко я думаю что в целом будет нормально я думала вот этот серый если бы я взяла вот такой тон вот эти серые бы сливались вот эти сердечки они бы сливались то есть белый бы был контрастнее а вот эти вообще бы сливались все цвета ну в общем получается нормально где-то 50 процентов работы вышито так головы еще у них нет но пока еще не надо чашечки вышить и я пи не перекручиваю эту работу но в общем в следующих видео покажу вам продвижение побольше об этой работе поговорим хотя в принципе ну тут особо говорить нечего мне все нравится идет легко потому что это второй у меня уже сэмплер но и в общем то здесь рисунок примитивной схемы тоже такая достаточно примитивная бэкстич очень мало кричит гложет косточку как всегда поэтому не удивляйтесь этим страшным звуком на заднем плане предыдущем видео у меня мастер-класс вот по таким вот заколочкам резиночкам можно на заколочку прикрепить эти цветочки можно на резиночку пусть здесь полежат так для красоты хотя хотя их не видно ну ладно я их вижу не попадают они в кадр очень очень красиво хочется чтобы попадали так ну что хочется лето весны цветочки моя любимая тематика и вот здесь как раз анютины глазки обожаю анютины глазки но в готовых работах у меня еще нет анютиных глазок пока откладываю оформление у нас будет потом входит в набор значит канва ниточки иголочка но все стандартно и нитки вот такие их здесь немного завязаны они в узелок узелок нужно развязать и что же для начала хочу сделать здесь не указаны по номерам как мы видим нет органайзера здесь у нас в схеме указано вот как в наборах милхил светло-синий синий фиолетовый темно-фиолетовый ярко-розовый светло-розовый светло-сиреневый зеленый светло-зеленый темно-желтый лимонный но в принципе запутаться невозможно потому что не такое уж большое количество цветов но все-таки поскольку я буду снимать и могу отвлекаться на съемку видео я все-таки для удобства развешу ниточки на органайзер по цветам органайзер я промена пронумеровала а вот этот органайзер от волшебной страны здесь идут наклеечки можно наклеить но я не наклеиваю просто авторучкой подписываю и это у меня уже навсегда все-таки бумажечки они могут со временем отклеиваться поэтому я вот так прям подписываю и все и не заморачиваюсь канва здесь жесткая кстати вот для чего придумали на крахмаленую жесткую канву а для того чтобы иногда вышивать без пялец просто держать в руках канву и вышивать ой как мелко в общем я приготовила очки помощнее для меня 18 канва мелкая киса не надо здесь ходить здесь видео снимаю а вот такие нашла пяльца можно конечно вот так в руках держать но у меня есть вот такие вот пяльца так я думаю этого диаметра хватит нужно пометить центр буду вышивать от центра думаю этого объема вполне хватит так где у нас иголочка здесь у нас есть иголочка сейчас я все приготовлю усядусь вышивать и буду зачитывать вопросы и на эти вопросики отвечать получится у нас такая болталочка под вышивку иголочкой помечают центр здесь у нас получается совсем небольшая работа где-то 30 наверно на 30 на 30 примерно тогда 30 на 30 кстати у меня есть от нурги пяльца но они большие а вот эти вот очень маленькие других у меня нет средних если не получится сейчас не уместится значит я буду просто вышивать держа канву в руках просто хочется чтобы красиво все это выглядело на видео да сложно запяливать это очень сложно они такие силиконовые но очень тугие у меня кстати есть помягче но они старенькие так ну давай держись держись выпрыгивать да уж да уж не из легких не из легких занятия так у меня получилось так ну что смотрите вот эти вот очень удобные пяльца в леонардо они тоже есть да и во всех рукодельных магазинах можно вышить небольшую какую-то работу особенно вот лентами красивую вышивку шелковыми лентами миниатюрку и вот так повесить то есть обрезать лишнюю ткань и повесить сюда можно заклеить задник сделать это специально сделано такая сделаны такие пяльца пяльца рамка так понятно что я как рамку не буду использовать а будем с вами вышивать так ну что и сейчас я буду развешивать ниточки и отвечать на ваши вопросы надеюсь вам такой формат видео понравится если нравится не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал так вот буквально 12 часов назад написала розанна под трансляции черт чья разработка лучше я выбирала многоцветку императрицу и мы с вами в эфире четыре часа обсуждали на какого дизайнера разработка лучше сравнивали нюансы и такой вопрос мне интересна тема видео но что там можно было наговорить за четыре часа каков итог кто дослушал так но в общем странно что на моем канале вопрос не мне а кому-то третьим лицам но никто не ответит потому что этот эфир был очень давно зрители мои ответили если в этот же день был вы посмотрели а поскольку уже прошло достаточно много времени мои зрители уже видели этот эфир и комментарии не читают и не пишут поэтому ответьте пожалуйста мои зрители под этим видео вы дослушали до конца мои четырехчасовые эфиры или нет тот кто недавно подписан на мой канал хочу пояснить что зрители моего канала как раз таки и любят мои длинные эфиры если вы посмотрите мои видео набирают намного меньше просмотров чем трансляции поэтому рузанна вы смотрели не видео четырехчасовое а вы смотрели трансляцию там есть чат можно его открыть и почитать что пишут девочки в чате когда у меня было мало зрителей эфиры длились полтора-два часа но с ростом зрителей конечно эфиры увеличились намного потому что когда через два часа эфира уже вроде как надо закругляться кто-то из девочек выходит но заходят новые другие зрители пишут инесса привет и задают опять дальше вопросы и мы дальше общаемся даже бывает что первые два часа когда я что-то рассказываю особо вопросов нет а вот уже вторые два часа самые интересные мне как раз девочки и пишут что первый час можно даже на ускоренный проматывать а вот потом уже начинается самое интересное и не мне писали девочки что даже бывало по два раза эфиры просматривали и был у меня еще марафон 24 часа мало того что девочки со мной вместе вышивали 24 часа просят еще и повторить ну марафон я конечно не буду повторять но эфиры длинные как раз таки зрители моего канала любят больше чем мои короткие видео видео пропускают из тут но с удовольствием приходят в трансляции поэтому что можно было наговорить просто нужно включить кнопку послушать и под вышивку послушать эфир вы тогда узнаете о чем мы там говорим со зрителями откройте чат и почитайте что пишут девочки и девочки мои не смотрят четыре часа на экран как раз таки девочки во время трансляции вышивают может быть рузанна у нас не вышивальщица и мы просто сравнивали и выбирали разработка какого дизайнера лучше дело в том что вот многие новенькие зрители присоединяются и они не знают что уже есть у нас здесь компания которая много лет уже тусуется в прямых эфирах да мне тоже хотелось бы чтобы мои видео смотрели больше но девочки их пропускают и пишут инесса идем в эфир ну вот так уже сложилось на моем канале мне тоже нравится общение с моими зрителями очень нравится я и пришла на youtube первоначально ради общения поскольку в моем окружении никто не вышивал и на эту тему особо не с кем было поговорить а теперь у меня столько появилось собеседников что невозможно уложиться даже в два часа но девчонки а вы тоже напишите в комментариях смотрите вы до конца мои четырехчасовые эфиры или нет потому что в общем то вопрос был адресован вам так дальше вопрос наталья силина спрашивает какую лучше взять равномерку для начала ни разу не вышивала на равномерке а наталья вот как раз я показывала сейчас сэмплер вышиваю на линде 27 линда 27 или британи 28 подойдет идеально можно взять ленка и шелл двадцать восьмого каунта что соответствует 14 каунту канвы я опытная вышивальщица но я по-прежнему не могу вышивать на 32 равномерки на канве 16 каунта я нормально вышиваю а равномерка которая соответствует 16 каунту канвы мне дается с трудом зрение мое не выдерживает в глазах у меня все рябит можете взять лугану 25 и вышивать через две ниточки переплетения но тогда крестики получится очень крупные огромные если будете вышивать через одну ниточку переплетения то они будут мизерные очень мелкие поэтому для начинающих линда 27 и британи 28 прекрасно будут даже ли он не все вышивальщицы любят а вот линда самый простой вариант хотя я очень люблю лен кэшелл у меня сразу получилось на нем вышивать и хорошо я подружилась она слышала отзывы что тоненький лен тонкий и девочки не очень любят на нем вышивать особенно начинающие трудно закреплять ниточки так чтобы их было не видно ну то есть нужно добиваться идеальной изнанки чем сложно вышивать на равномерке то что там узелки и перетяжки все это будет просвечивать поэтому нужно сначала отработать технику закрепления нитей так дальше юлия лопарева пишет досмотрела трансляцию удивилась про изнанку канвы не обращала внимания что она отличается вот видите юлия лопарева досма досмотрела трансляцию до конца хотя у меня все эфиры длинные не обращала внимание что она отличается по изнанке и лицевой я думала только по аккаунту можно определить можно подробнее по признаки лицевой и изнаночной на канве как отличить интересно стало сколько лет вышиваю не задумывалась до сих пор мне многие пишут вышивальщицы что изнанки и лицевой стороны не существует но все-таки кто очень внимательный близко-близко смотрели и поняли даже на ощупь иногда можно определить если канва например гамма на такая более жесткая то можно определить свайгарт она тоненькая на свайгарте вы вряд ли сразу определите нужно смотреть на макросъемки крупно я сейчас попробую вам показать на примере пластиковой канвы но я сомневаюсь что камера сфокусируется и уловит эти нюансы на самом деле разницы на какой стороне вышивать особо нет но когда я начинала вышивать я даже не помню в какой книге или в каком журнале я это прочитала обратила внимание что на лицевой стороне крестики будут более выпуклые что ли хотя я это не вижу даже когда крупные очки надеваю ну то есть что для меня крестики не отличаются вот канву я вижу где изнанка где лицевая сторона а вот сами крестики визуально для меня не отличаются мне очень хочется вам показать но я сомневаюсь что даже на макросъемке будет видно вот на примере пластиковой канвы и даже вот смотрим эту сторону и переворачиваем смотрим вот эту сторону но если у вас дома есть пластиковые канва возьмите посмотрите вот эта сторона более гладкая а вот это вот сторона на ней крестики получаются более выпуклые но это настолько глазу незаметно что многие даже этого не видят поэтому вышивайте на любой стороне и не парьтесь публик спрашивает если проанализировать работы этого года каких сюжетов больше в работе например животных пейзажей цветов мне кажется что цветы и пейзажи и животные это вот те темы которые у меня всегда подсчет я не вела но если мы посмотрим даже вот из больших картин это подсолнухи от чудесной иглы леопард dimensions что вот я из последнего вышивала очень много новогодних игрушек но если убрать новогодние игрушки и оставить только картины то у меня все-таки животных еще пока маловато в основном цветы цветы пейзажи тоже как-то не очень много а вот цветов много и так вопрос как вы относитесь к заморской вышивки актуальна ли она в нашем регионе имею ввиду бывшие снг и стали бы вы вышивать абсолютно не ваш сюжет а дизайн только потому что это определенный период времени на ресурсе было востребовано хайпово так но в общем что касается заморских дизайнов я их сейчас вышиваю но поскольку у нас в россии они очень дорогие мы в эфире это много раз обсуждали наши девочки многие хотели бы вышить сюжеты заморские но у нас это дорого также как и девочки живущие за границей они писали что мы с удовольствием вышивали бы вашу чудесную иглу но если мы закажем к нам сюда плюс оплатим пересылку это выйдет очень дорого нам там на месте проще купить наши заморские дизайны поэтому вот ну так сложилось но если бы у нас в россии можно было пойти и купить заморские дизайны наравне с нашими наборами я думаю что многие девочки бы вышивали что касается меня я вышивала только по наборам по отечественным набором и постоянно приходили зрители и писали инесса почему вы вышиваете одно и то же неужели вы не хотите попробовать что-то другое вы же блогер вы же должны развиваться но я прислушалась к мнению зрителей и начала развиваться с их точки зрения развитие было это вышивать дизайны авторские по авторским схемам и по заморским я попробовала но все же наши наборы у меня все равно в приоритете но пробую вышиваю а для разнообразия и не потому что это хайпово а потому что мне реально самой стало интересно попробовать много новых тем появилась для эфиров я не скажу что какие-то наборы или сюжеты сейчас хайповые сейчас такого понятия хайповый сюжет нет вообще если раньше я брала новинку и вышивала то сразу были просмотры на видео сейчас вышиваешь новинку выкладываешь готовую работу когда-то все балдели от наборов волшебная страна на деревянных заготовках сразу были просмотры сейчас уже вышиваешь их новинки и просмотров немного вообще раньше видео где в названии готовая работа сразу выстреливала его смотрели в первую очередь даже я не успевала вышивать для того чтобы хотелось чтобы больше было просмотров но вышивать я не успевала сейчас такого понятия нет вышивать можно все что угодно если мы вернемся к истокам когда я начала вести канал я тоже не вышивала никакие хайповые наборы никогда не было на гребне этой волны и вот все вышивают миробили и я побежала все вышивают многоцветки химеру и я побежала мне кажется что я самое последнее начинаю это вышивать причем не тороплюсь это сделать первое даже вот теги да я заранее даже знаю какой взять тег как на него ответить чтобы зрители начали кидать друг другу ссылки и было больше просмотров но вы же прекрасно видите что там где какая-то острая тема там и присутствуют негативные комментарии не хочется постоянно на это отвечать на негативные комментарии поэтому да иногда я отвечаю на не потому что это хайп или на гребне какой-то волны мне хочется быть просто иногда бывает такая тема по которой мне действительно мнение свое высказать хочется а а не то что там все побежали я побежал нет если бы это было так я бы свое миробили вышила бы уже два-три года назад когда еще их не так много вышивали они уже у меня куплены лежат давно какие-то заморские сюжеты мне нравятся я их вышиваю но опять же все это благодаря зрителям если бы я не была блогером на ютюбе до сих пор не знаю вышивала бы я или нет заморские сюжеты мне кажется я баня даже не знал если бы девочки на ютюбе не показывали мне бы не писали айнеса ты видела вот это мне кажется я бы сама бы и не нашла и не увидела и так бы вышивала бы свои наборчики поэтому блогерство она конечно же откладывает отпечаток на те работы которые мы вышиваем потому что зрители хотят это видеть на канале ну и ты тоже подключаешься начинаешь что-то смотреть что-то искать ну собственно также и стеками происходит или ответы на какой-то вопрос если какая-то тема громкая поднимается но поскольку у меня подписчиков то немалое количество не начинают девочки писать массово в личные сообщения инесса смотрите вот там вот то 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 на ютюбе очень хочется услышать ваше мнение по тому или иному поводу поэтому я выхожу мне кажется что вот я сама просто бы сидела вот вышивала бы одно и то же и сама бы даже не пошла что-то искать вот правда я только благодаря девочкам комментариям вот зрителям моим узнаю что-то новое или иду смотреть что-то другое часто даже бывает под вышивку я смотрю фильмы или какие-то передачи но поскольку девочки мне говорят что вот там видео вышло такое то вот там такое то я иду смотреть других блогеров я до сих пор даже не знаю новеньких блогеров вот приходит очень много новеньких девочек я их не знаю не мониторю но вы видите по моему каналу у меня до сих пор нет каких-то шедевров даже огромная многоцветка которая купила императрица и пришли с удовольствием зрители смотреть я сразу сказала этот процесс у меня тысячник будет один много многоцветок я покупать не буду буду вышивать его всю оставшуюся жизнь не торопите меня и не ждите готового результата быстро конечно если бы я хотела выпендриться и выделиться а я бы сейчас взяла только один процесс и шпарила бы его целыми днями и естественно собрала бы просмотр и ажиотаж потому что этот сюжет очень привлек внимание но мне захотелось вышивать игрушки я заранее знала что не так много на игрушках будет просмотров но мне для души очень хотелось их повышевать тем более пока у меня стоит новогоднюю елочка мне нужно сделать фото и видео красивые на фоне елки ну то есть вот у меня свои были планы то есть на ютюбе свои тренды а у меня в голове свои планы если мои планы совпадут с трендами я буду просто счастлива но пока ничего не совпадает кроме вот одного тега который я раз в три года сняла и который собрал просмотры но все-таки я прекрасно знаю как привлечь аудиторию для того чтобы больше было просмотров но я могу анализировать и смотреть статистику ну рукодельный у меня канал он уже такой больше для души чем для хайпа вот например если летом мы путешествовали уезжали я вообще летом не вела этот канал хотя для канала простой это очень очень плохо сейчас просмотры упали из-за того что все лето мой канал простаивал я знала прекрасно что так будет но не хотела а выкладывать сюда просто видео болта логические если я не вышиваю ничего не делаю ну то есть я оставила этот канал творческий для души и не хочу уже разбавлять его ничем но людям больше нужны интересные живые эмоции чем чисто рукодельные видео ну согласитесь когда вы блогера видите на экране много лет вам хочется о нем узнать немножко побольше ну а я об этом рассказываю на других своих каналах поэтому я знаю прекрасно на каких видео будет больше на каких меньше просмотров но я не зацикливаю сейчас на просмотрах видео потому что у меня все таки более популярны эфиры прямые эфиры которые опять же портят статистику моего канала эфиры не должны преобладать эфиры нужно вести реже чем выкладывать видеоролики я пренебрегала хотя знала прекрасно ну то есть знаете как хайпануть хочется но лень вот так вот скажем потому что для хайпа нужно тоже что-то делать я на релаксе и что-то специально делать вот неохота если у меня есть порыв выйти пообщаться я выхожу общаюсь если у меня готовой работы я снимаю об этом видео но я никогда наперед не продумываю что хайпанет а что нет и даже было у меня такое что например все отвечают на тэг а тэг громкий и я допустим думаю ага ну ладно сейчас я тоже возьму этот тэг и отвечу и началось вот и неса хайпует самое интересное что на этот тэг отвечали многие вышивальщицы и начинающие в том числе ну как бы получается что раз ты блогер ты само собой хайпуешь и после этого обязательно будут претензии ага ты хайпанула но я хотя бы хайпую раз в три года но я думаю с моим количеством подписчиков тоже иногда не мешало бы хайпануть но вот к сожалению а я это делаю очень редко делала бы чаще может быть и больше больше на канале было подписчиков и просмотров но не хочется портить свой творческий рукодельный канал мне все-таки нравится когда мы здесь спокойно на релаксе общаемся но если честно я не люблю негативный комментарий поэтому очень очень редко хайпую на каких-то громких темах ну а на вышивке чтобы хайпануть мне нужно вышить мою императрицу да но опять же это долго и сложно еще что хочу добавить к теме хайпа вышивальный канал это не тот канал на котором надо хайповать потому что вы сами знаете какое количество подписчиков имеет здесь самые крупные блогеры которые здесь уже семь восемь лет согласитесь 8 лет трудиться над каналом и в итоге допустим 50 55 тысяч подписчиков девочки это титанический труд такое количество на вышивать и иметь 50 тысяч подписчиков здесь есть другие блогеры на ютюбе которые не вышивают ничего особо такого сложного не делают но у них подписчиков в разы больше даже есть здесь блогеры миллионники которые вообще не вышивают а они только сидят обсуждают какие-то новостные темы вот там можно хайпануть девочки здесь хоть из кожи вон вылези хоть как ты хайпуй 100 тысяч подписчиков вряд ли будет а если и будет то лет через 20 поэтому зачем портить свой рукодельный канал если и так понятно что здесь не будешь никогда блогером миллионником и даже не наберешь 100 тысяч подписчиков чтобы получить серебряную кнопку нужно очень иметь разнообразный контент чтобы набрать даже 100 тысяч подписчиков ну либо иметь аудиторию большую например вяжут больше людей чем вышивают шьют больше людей чем вышивают а вышивание это такая узкая специфика что тут ну что надо сделать я не знаю закрытыми глазами вышивать только тогда вдруг хайпанешь мне кажется здесь уже ничем никого не удивишь да и не нужно все равно от этого никакой особой пользы не будет ну подумаешь будет две тысячи просмотров или пять тысяч просмотров девочки небольшая разница потому что например где я огород сажаю там как сажать арбузы там может набрать 150 тысяч просмотров 300 тысяч просмотров ролик на вышивке столько не наберет поэтому даже если очень громко хайпануть ну вы сами понимаете что эти просмотры редко перевалят за 10 тысяч поэтому вот как то так даже не ставлю себе цель здесь хайповать вот именно на этом канале на других может когда-нибудь хайпану хотя не знаю когда я тут уже 6 лет если бы хотела давно бы что-нибудь бомбическое придумала конечно если бы я вышила бы миробилию и сразу бы собрала 100 тысяч просмотров я не знаю может быть я бы это и сделала но я же прекрасно знаю что 100 тысяч я на этом видео не соберу вот поэтому девочки как ни крути на вышивальных каналах как ни хайпуй здесь нет такой монетизации за счет чего можно безбедно жить поэтому во всем должен быть смысл вот ради чего хайповать ради чего свое хобби превращать в работу так что если я увижу когда-нибудь среди вышивальщиц блогера миллионника или хотя бы со 100 тысячами подписчиков тогда может я тоже задумаюсь как и на чем мне хайпануть инесса здравствуйте мои поздравления пожелания здоровья благополучия нужен ваш совет по такому вопросу спрашивает татьяна павлова есть набор от dimensions на 18 конве что уже очень трудно для моих глаз да мне тоже 18 очень трудно хочу поменять на 16 боюсь что не хватит ниток приходилось ли вам делать подобные замены может быть у зрителей был подобный опыт заранее благодарю да я начала только от dimensions 1 набор на 18 конве это несчастная моя кошечка мэгги рукодельница очень хочется довышевать но поскольку я начала на 18 конве все засада мои глаза не выдерживают но очень хочется довышевать вышито очень много уже меняйте смело на 16 не мучайтесь даже если вам не хватит ниток вы потом подберете нитки похожи либо пнк либо гамма либо у кого-то может быть остаточки ниток купите вообще девочки говорят что у dimensions с запасом нитки я вот вышивала леопарда там ниточки оставались говорят что хватит но у меня нет такого опыта именно с dimensions я всегда теперь буду 18 конву менять на 16 если ниток не хватит то я их лучше докуплю чем ломать глаза это не проблема докупить нитки посмотрите только внимательно если там есть лица там вышиваете сразу лицо хотя в наборах dimensions по моему лиц нет там в основном пейзажи цветы животные там не критично там вообще не критично если какой-то тон прям полностью не совпадет один в один вот я вышивала набор dimensions с подбором и там были разные нитки и дмс и пнк и гамма и в готовом виде вообще это было незаметно это у меня букет кружева цветы и кружева вообще незаметно это я проводила такой эксперимент когда все которые дома были нитки я использовала в этом дизайне вышивала подбором лучше уж нитки добавить чем ломать глаза если не можете не мучайтесь я вот не могу дошить свою мэгги хотя очень хотелось мне видеть ее именно на 18 канве но к сожалению мои желания и мои возможности не совпали топ 10 наборов которые нравятся вашему мужу уж очень интересен мужской взгляд ой бублик для этого надо посадить мужа и дать ему все мои наборы которых я не знаю там уже наверное 500 штук он даже их не разглядывает и вряд ли будет уделять им столько много внимания вышивка это лично мое хобби я даже не напрягаю мужа и я сама не смогу даже определиться если вы попросите меня определиться с 10 наборами я выберу сотню поэтому если я мужу вывалю все свои 500 наборов и скажу выбираю он скажет ну нафиг можно я пойду на охоту поеду съезжу или в танки лучше поиграю чем я буду выбирать ну вот у нас как-то так ну я меня и саму этот вопрос ставит в тупик я такое видео не снимаю топ 10 я не выберу я не смогу выбрать я много хочу вот а муж скажет мне все нравятся вот лишь бы я только его не заставляла сидеть и перебирать все мои 500 наборов так Алена Семенова Инесса здравствуйте какую судьбу хотели бы своим работам понятно что когда нас не станет то уже все равно но все же как хотелось бы ну вы правильно заметили что когда нас не станет нам уже вообще будет все равно куда денутся наши вещи наши квартиры машины гаражи там что мы приобрели за всю жизнь наборы которые у нас нахомячены на самом деле реально все равно а я думаю что лучше об этом не задумываться чтобы не приближать эту дату смерти вы знаете для меня вопрос вот о смерти хотя у меня бывает черный юмор я могу на эту тему пошутить но серьезно задумываться на тему смерти я вообще не хочу и боюсь и я эти мысли от себя всегда отгоняю я сразу сказала дочки что хочешь то и сделаешь наборы продаж картины которые очень нравятся себе возьмешь какие-то продаж какие-то подаришь все на твое усмотрение то есть судьбу моих наборов и картин уже не я буду решать а дети поэтому это у них логично спрашивать что вы будете делать со всем моим барахлом я не знаю что они будут делать правда я живу сейчас детей вырастила живу в свое удовольствие хобби это мое удовольствие я покупаю ради удовольствия своего вышиваю ради удовольствия своего оформляю работы так как мне нравится я по сути я это делаю не для мужа не для родителей не для детей мне нравится сам процесс мне нравится общаться с девочками вышивальщицами в этой теме у меня появилось много подруг поэтому тут мне нравится сам процесс а не то что все мои работы да они до сих пор у меня в коробке все лежат я как с выставки их привезла они так в коробке лежат неразвешенные по сути меня так сильно то и судьба их не волнует мне вот нравится сам процесс вот пока я вышиваю пока я оформляю вот этот подъем вдохновение и мне этого достаточно в принципе есть девочки мучаются там их работы тяготят наборчики их тяготят которые лежат не вышитые не меня ничего не тяготит я спокойно отношусь к своему хобби так же как и удочки в огромном количестве дорогие удочки стоят в гараже они меня вообще никак не тяготят поэтому хотя я сама люблю рыбачить я считаю что мучаются вот этими вопросами люди склонны к каким-то депрессивным мыслям или склонны копаться хотя нет я люблю заниматься самокопанием вот но что касается хобби тут я вообще не копаюсь я только парюсь по серьезным каким-то вопросам жизненным а вот это вот такая мелочь это то же самое как меня спрашивают инесса у вас же животные вас не напрягает что шерсть летает на вышивки ваши попадает ну что мне придушить моих кошек ну кошечки были бездомные я им дала вторую жизнь может они бы давно погибли уже на улице вот ну что же я буду думать о своих тряпочках раз уж так сложилось мне кажется париться из-за этого люди которые любят расстраиваться из-за ерунды увидели там волосинку все у них паника ой мои работы после смерти выкинут у них уже депрессия мне кажется вот люди у которых не хватает в жизни реальных проблем они выискивают их в мелочах мне кажется что в жизни есть более важные какие-то вещи хотя может быть люди переключаются на эти мелочи чтобы не задумываться о каких-то глобальных проблемах которые у них в жизни есть может быть они не переключают свое внимание на что-то вот такое второстепенное чтобы уходить тем самым от решения каких-то важных глобальных вопросов в жизни честно вот я могу в эфире пошутить на эту тему или ответить на этот вопрос но сама я не задумываюсь об этом вот если бы меня не спрашивали вообще бы не задумывалась покупала бы каждый день начинала бы вышивала оформляла складывала бы в коробку половина не оформила в рулоне половина у меня вообще там брошек или без корнюшек не оформленные лежат вообще никак меня это не парит мне иногда кажется что зрители даже больше переживают за мои не оформленные картины чем я ну вот по чесноку как-то не знаю вот даже некогда мне об этом задуматься сколько там у меня оформлено сколько не оформлено я даже никогда подсчет не веду ни купленным набором не веду подсчет ни вышитым картинам не веду подсчет не знаю как-то вообще на релаксе живу вот так вот спокойно вот не парюсь только по серьезным вопросам жизненным задумываюсь и ищу выход если возникает какая-то проблема позволяете ли вы себе иногда не вышивать бэк спрашивает бублик девочки спасибо огромное всем за вопросы я просила задавать вопросы и у нас вот такое болтологическое видео клевое получится длинное все как любят наши вышивальщицы так про бэк если по вашему мнению он бессмыслен будете терзать мысль о тайном знании что он должен быть а я его не сделала да вот это как раз про меня поскольку у меня нет дизайнерского взгляда на работы я всегда сомневаюсь если я что-то сделаю по-своему мне кажется что это недостаточно хорошо мне кажется что дизайнер он профессионал он лучше знает как нужно что нужно я всегда выполняю бэк даже если мне кажется что он там не нужен я его сделаю что-то было как-то у меня не помню один раз где-то я то ли не сделала то ли наоборот сделала кстати сейчас даже уже вспомнить не могу потому что я очень вообще я в жизни очень исполнительный человек что в работе что в семейных отношениях я очень такое вот все что от меня требуется все я сделаю и выполню ну если конечно от меня не требуют то что выше моих сил иногда бывает такое что я не способна что-то сделать а такие требования да предъявляются по жизни вот это конечно вот а вот то что касается ерунды да вот всякой мелочи хобби нашего вот дизайнер так как мне нарисовал в схеме я это выполню потому что я дизайнеру доверяю больше чем своему художественному вкусу я никогда не умела рисовать поэтому я заранее знаю что у меня не получится это так круто как у дизайнера каждый человек должен быть специалистом в какой-то своей области ну художество это не мое вообще хотя цвета еще подобрать я смогу по палитре я цвета да а вот где должен быть бэк где не должен быть мне определить сложно так Инесса интересно было бы на примере ваших картин и опыта узнать как ведут себя нитки воцветания разных производителей для оформления без стекла наличие пыли стоит ли вообще работать с частичной зашивкой защищать стеклом и каким способом ухаживать за открытой вышивкой не проявлялась ли со временем разметка может перенатягивали работу что-то стало так длинные да несколько вопросов здесь долго буду отвечать так может быть такой ролик уже выпускался стоит внимательно поискать Наталья да у меня много эфиров много роликов но раз вы задали этот вопрос я вам отвечу Оренбург очень пыльный город это степной край поскольку степь нет вокруг леса и с полей вот эта пыльца вся я уж не буду говорить что у нас почти все страдают аллергией пыль даже зимой при закрытых окнах я не знаю как она попадает в квартиру но пыль у нас ужасная постоянно поэтому неоформленная вышивка это вообще не мой вариант она только оформлена либо лежит в рулоне маркер да проявлялся когда я ставила станок на подоконник и попадали солнечные лучи оставались желтые пятнышки либо когда вышивку стирала сразу положила ее в горячую воду с моющим средством я уж не помню тогда что это было мыло или порошок вообще нельзя в теплую горячую воду нужно в холодную комнатной температуры замочить и только когда полностью отойдет разметка стирать работу ваниш по-моему я добавляла теплая вода была и ваниши я сразу положила вышивку с разметкой остались черные точки и ни в коем случае не оставляйте на солнце особенно через стекло солнце греет и когда нагревается до 40 градусов то разметка оставит желтые пятна так что смотря в каком регионе вы живете если влажные вот допустим там белоруссия вот сестра у меня живет она говорит у нас нет столько пыли сколько в оренбурге она уехала из оренбурга там более влажно и столько пыли нет поэтому все зависит от региона я не знаю как в оренбурге девочки справляются стирают вероятно снимают картину вытаскивают из рамы стирают гладят и опять заново натягивают наверное так как вы относитесь к снятию с продажи популярных дизайнов спрашивает бублик а я не знаю зачем делают это производители если наборы востребованные если люди хотят их вышивать не знаю я когда вышла от риоли с белой розы на заборе набор был снят с производства мне огромное количество зрителей написали что хотят приобрести остатки ниток и где купить этот набор многие его искали вот но я не знаю зачем производители снимают популярные дизайны каким то своим видимо они причинам это делают я не понимаю почему бублик мини игра блиц опрос нужно выбрать только один вариант путь даже нереальный ладно а если мне захочется третий выбрать так ладно панна или новослобода панна потому что я ее больше вышивала от новослободы у меня только иконы а иконы со стразами ничего себе так тогда новослобода я вспомнила свои иконы со стразами так новослобода второе 100 фрузелков или 400 бэка бэк я не скажу что фрузелки меня напрягают ну и раз уж нужно выбрать бэк быстрее третье бленды или 100 отдельных цветов разницы нет ну 100 отдельных цветов проще пусть будет 100 отдельных цветов четыре лаванда или маки я и то и то люблю я не могу выбрать я не могу выбрать что делать это мои любимые и лаванда и маки что делать лаванда потому что маки я уже вышивала выбираю лаванду пять M4 креник или металлик а вот на этот вопрос у меня есть отдельное видео что такое креник креник это фирма которая выпускает металлик металлизированные нитки поэтому.. креник это название фирмы креник это тоже металлик мулине точнее металлик тогда мулине у нас есть соли видео отдельное магазин радуга вышивки и я прям оле задавала вопрос оля что чем отличается креник от металлика это еще в начале в самом когда я не знала разницу она показала искала вот креник это фирма выпускающие металлизированные нитки вот поэтому но я выберу мулине ими проще вышивать хотя креником очень красиво шестой вопрос шестнадцатая канва или 11 каунт 16 почему-то у меня больше работ вышла на 16 чем на 11 моя любимая 14 но все-таки 11 очень крупная хотя в подушках обалденно смотрится 16 выберу 7 пластик или равномерка равномерка хотя на пластике огромное количество вышит работ но долго на нем не повышеваешь пальцы устают держать пластик а на равномерке можно вышивать бесконечно равномерка 8 процесс или результат а вот это сложный вопрос результат радует больше но процесс тоже даже не знаю как сказать я люблю сам процесс вышивки но хочется видеть готовый результат боже что выбрать что выбрать что выбрать так я блогер значит мне нужен результат чтобы больше было интересных видео тогда выбираю результат девятое ножнички или резачки никогда не пользовалась резачками не люблю их однозначно ножницы 10 сон или тысячу крестиков в час тысячу крестиков в час я никогда не вышью тысячу крестиков я могу вышить за весь день вообще моя норма 600 крестиков тысячу уже болит спина сон но поспать я тоже люблю если я не выспалась то я лягу спать сон 11 ошибка в начале работы 500 крестиков парю или выкидываю в начале работы парю а если на равномерке не порола равномерку слава богу так 12 баклажан или кабачок про овощи баклажан или кабачку кабачок кабачок потому что из-за ладут оладушки делаем из кабачков а баклажаны не особо едим а вот если с точки зрения огородника у нас кабачки вообще запросто растут баклажаны хуже тогда кабачок хотя баклажаны тоже сажаю потому что они очень красивые я их всем раздаю и белые сиреневые сажаю баклажаны вообще у меня огромное количество семян подписывайтесь на мой канал солнечный цветок и вообще на все каналы ссылочки я вам оставляю под видео а вы зрители если вам понравились какие-то вопросы и вы тоже хотите на них по-своему ответить пишите в комментариях какой вопрос вам понравился и на какой вам захотелось ответить надеюсь вам мои ответы тоже понравились надеюсь такой формат видео вам понравился лайки не забывайте ставить подписывайтесь на канал а также на другие каналы ссылочки оставляю под видео вышила я эту работу до микро вышивка это конечно не для меня не для моих глаз на самом деле все прекрасно вот здесь где листочки вот этот цветочек но здесь очень много четверть крестиков то есть то есть крестик состоит из двух цветов вот мы видим а поскольку вышивается все это в две нитки вышивка идет в две нити получается что вот на этом стыке до ниточки толкаются может быть я что-то неправильно сделала три четверти вот мы с вами видим здесь три четверти крестика может я что-то не так делаю но я понимаю что половинка крестика одним цветом вышивается половинка другим но у меня вот здесь на стыке поскольку вышивается в две нити то здесь получается 4 нитки но обычно всегда так я и раньше вышивала три четверти крестика но поскольку 18 канва вот здесь вот у меня очень сильно толкаются ниточки и создается впечатление неровной вышивки в общем мне осталось сделать backstitch и еще здесь есть французские узелки сейчас я закончу поскольку вышит работа быстро стирать тут ничего не нужно но я так люблю постиранные и отглаженные крестики вот кстати многие говорят не надо крестики пришпаривать иначе они не будут объемные мне вот эти крестики напоминают нерасчесанные волосы но не знаю почему когда я стираю и все это глажу они такие ровные получаются ну вот не знаю это вот чисто мои такие вот загоны ладно сейчас сделаю backstitch стирать все-таки не буду ладно такая маленькая вышивка хочу сказать что микро вышивка не для меня не для моих глаз да иногда вот иногда попробовать что-то можно но постоянно вышивать я конечно же не буду сейчас покажу как будет выглядеть работа с backstitch и с фрузелками закончила я это микро микро вышивку вот ладонь backstitch много фрузелки в одну ниточку в общем намучилась не знаю у меня весь день ушел на создание этой красоты может у кого-то получается быстрее что хочу сказать вот эти ниточки вот пусть меня простит фирма рт о это просто издевательство у меня было ощущение что надо мной издеваются весь день удовольствие мне эта вышивка не доставила вот результат мне понравился но сам процесс вот с такими огрызками когда вышивка идет в две нити то есть делаешь несколько крестиков вот допустим делаешь несколько крестиков закрепляешь и уже не хватает этого огрызка даже сделать здесь крестики в итоге у меня не хватило вот 9 ниточки потом зеленый поскольку еще зеленый выполняется backstitch поэтому завершила я другим зеленым цветом но это просто кошмар какой то я конечно понимаю что в целях экономии я понимаю что здесь 18 канва и что здесь не так немного уходит но вот так вот мучиться вот нет возможности закрепить ниточку петелькой ну то есть складываешь нитку вдвое и вот что остается даже если 18 канва там делаешь 35 крестиков и все даже нет возможности вверх шагнуть там на два шага на два крестика вперед ну в общем не доставило удовольствие но результат обалденный результат очень красивый если ваше зрение позволяет вышивать такие мелкие работы то все это будет вот так вот здорово выглядеть но и сейчас попробую оформить в рамочку я никогда этого не делала буду делать первый раз смотрим инструкцию инструкции ничего не сказано кстати у меня есть еще по моему вот такое сердечко но не знаю скоро ли я захочу вышивать второй раз аккуратненько вытаскиваем так надеюсь у меня ничего не сломается страшно все такое мелкое очень страшно здесь есть такая пленочка похожая на стеклышко так нужно и хорошо протереть вставляем надеюсь у меня надеюсь у меня все получится вставляем так теперь я так понимаю что нужно мне это все вырезать по размеру кстати на этих пяльцах не очень удобно вышивать если нужно закрепить на изнанке туда не подлезешь а на лице закреплять вот тоже 18 канва нужно аккуратненько до изнанка конечно получается так себе так но я так понимаю что натягивать работу не нужно ее просто нужно вырезать без запасов кстати не показано как сделать запасы не нужно то есть загибать вот так не надо что ли получается натягивать не нужно да потому что отрезать лишнее мы в принципе всегда успеем и все таки я так понимаю что это все лишнее нужно отрезать иначе она у нас не вставится это вообще не нужно в общем вот эти краешки это очень толсто если их завернуть то рамочка не защелкивается поэтому смертельный номер нужно вырезать точно вот поэтому кружочку кстати я не знаю нужно вставлять этот кружок туда или нет но он же белый и а этот черный у нас канва же белая нужно обязательно белым фоном проложить в общем обычно когда мы оформляем так еще я и ручкой тут намазала нет бы маркер взять но думаю ладно это же изнанка не тут то было в общем не делайте так как я учитесь сейчас на моих ошибках если вы хотите такую микро вышивку оформить я не знаю такой смертельный номер захочу ли я когда-нибудь повторить закроется ли это вышивка так киса иди не мешай мне отсюда потому что у меня здесь очень сложный процесс девочки честно вышивать большую работу куда легче чем вот эту миниатюрку надеюсь ее не вверх ногами сейчас вставляю нет поправляем так поправляем боже как она застегнется это же толстая наверно придется убрать ее и прям вот так защелкивать весь такие малюсенькие так сейчас проверю такие малюсенькие здесь защелочки господи еще бы не сломать все я никогда не думал что это так сложно просто взять рамочку и просто туда вставить вышивку ну да если бы она была крупная вышивка то это было бы легко ё-моё так еще раз представляете вот так наверное через экран сейчас смотрит скажите да чё там ерунда раз и вставила может у кого-то и получилось так быстро не знаю я вас тогда поздравляю если у вас это быстро получилось нет это надо вот столько лет вышивать чтобы сейчас нет я смогу я смогу так ну и как она будет держаться к нр приклеивать надо так она выпрыгивает девочки у меня все получилось но она же выпрыгивает а что мне приклеить принципе то что я вот эту белую убрала она не нужно тут так в принципе нормально ну-ка примеряем а что-то у меня еще боком стоишь у нас с вами солнышко выглянуло так но что-то она меня не радует смотрите вот вот так будет выглядеть вышивка я это допустим приклеим теперь смотрим а почему вот вот верхушка а почему боком то вот это вот рамочка я понять не могу вот сюда вставляется и сюда вставляется вот по-другому здесь никак не вставишь но не вверх ногами же так вот когда мы эту работу вот так поставим вот так то она будет у нас стоять боком ну то есть вот эта штучка она не будет наверху но будет вот так боком а а почему оно должно быть боком я посмотрим а вот как вот как этот бантик должен быть сбоку они по центру вот еще как хорошо что я не приклеила сразу так значит вышивку нам надо немножечко развернуть вот так вот так в эту сторону на самом деле если вы никогда не оформляли работу делать это первый раз на такой мелкой это вообще жесть так видео называется я у мамы рукожоп кто только недавно подписался на канал посмотрите мой плейлист с готовыми работами да я не думала что это будет так сложно иначе бы не делала бы это на видео я такая уже потом в конце показала бы сказала хо хо а я уже оформила но поскольку у меня уже запланирован был такой формат делать это вместе с вами я приклеиваю девочки так она что приклеивать на клей момент кристалл итак подводим итоги этих мучений очень длительных мучений все таки я чуть-чуть добавила клей но это нужно делать прям по самому краюшку чтобы не вылезло вон туда на вышивку конечно же там фрузелки прижались может быть я что-то сделала не так напишите мне в комментариях кто оформлял такую работу это был смертельный номер я очень боялась что клей момент будет разъедать пластмассу хотя я даже сейчас еще до конца не уверена склеится это или нет но вроде как это держится вроде держится и вроде ничего не разъедает хотя клей момент должен разъедать пластмассу а чем еще приклеить каким еще клеем это можно приклеить в общем первая моя работа как говорится первый блин комом но если бы я вам не показывала сейчас весь процесс мучений то это выглядело бы все шикарно прекрасно и никакой этот блин не комом ну как бы все нормально и аккуратно но я намучилась кстати еще раз хотела посмотреть есть ли тут инструкция перед началом работы так обметайте края так постирайте все таки надо было стирать я не стирала вот пункт 4 оформите готовую работу желаем вам удачи и приятного досуга спасибо конечно большое но вышить было не сложно но оформить очень даже сложно поэтому набор называется из серии догадайся сам да да уж так подробно описано как вышивать и просто четвертый пункт оформите эту работу я еще до сих пор не уверена правильно ли я сделала что клеем момент он же с ацетоном я приклеила вот эту пластмасску мне кажется что она еще и может быть и не будет держаться кто ее знает может и будет ну ладно в общем в итоге если бы я так сделала короткое видео и показала бы все бы сказали вау какая красота но иногда чтобы сделать вот такую красоту весь день приходится помучиться поэтому поставьте мне лайк за мучение с вами была инесса всем желаю удачи пока 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 и